Всем привет! Меня зовут Николай и сегодня вместе с Инной, Дмитрием и Натальей мы будем снабжать электроэнергией города России. Сегодня мы будем играть в настойную игру Энергосеть Россия. Цель этой игры запитать как можно больше городов в конце партии, то есть побеждает тот игрок, кто в самом последнем раунде сумеет дать электричество в наибольшее количество городов из тех присутствующих. Так как нас играет четверо, мы сегодня будем использовать только четыре области этого игрового поля. Ну, предварительно мы договорились, что будем использовать коричневую область юга России, нашу фиолетовую область, где расположена Самара, собственно где мы сейчас и живем, нашу Урал по всей видимости и Западную Сибирь. Вот эти четыре области. Как проходит эта игра? Игра поделена на раунды, которые делятся на пять фаз. Фаза очередности хода, где мы будем смотреть, кто будет ходить первым, кто вторым и так далее, в зависимости от количества подключенных городов и цены самой дорогой энергостанции, так сказать, в его энергосети. После этого начинается, наверное, самый интересный из этапов раунда. Это аукцион электростанций, где мы будем покупать электростанции, блефовать, вынуждать соперников покупать их дороже, чем они хотели, ну и так далее. После этого мы будем покупать ресурсы, вот с этого рынка ресурсов. Причем здесь, как и во всем капиталистическом мире, цена зависит от спроса и предложения. Чем предложений на рынке больше, тем этот ресурс дешевле. Но если мы умудримся в процессе игры выбрать какой-нибудь уголь и мазут полностью, то последние угольки и мазутины мы будем покупать по баснословной цене 8 электро за штуку. Да, электро это, кстати, наше все. Да, это наша валюта местная. Ну, к сожалению, мы и так с трудом уместились в кадр, чтобы показать самое главное и интересное. Поэтому наш банк сегодня остался за кадром. После того, как все купят ресурсы, отдав некоторое количество электро, мы будем подключать новые города к нашей энергосети. В первом этапе игры, которая длится до того момента, когда у кого-нибудь в сети не окажется семь или больше городов, к сети одного игрока, вернее, каждый город может быть подключен к сети только одного игрока. На втором этапе будет город подключаться уже к двум энергосетям, ну а на третьем этапе мы задействуем все вот эти три ячейки в каждом городе и будем подключать эти города к трём различным энергосистемам конкурирующим. Ну и, наконец, пятая фаза раунда – это фаза бюрократии. Будем сбрасывать, вернее, не сбрасывать, а отдавать, или как это лучше сказать? Платить. Нет, не платить. Мы будем сжигать наши ресурсы для того, чтобы вырабатывать электроэнергию и снабжать ей наши города. Кто сколько энергии выработал, столько электро, согласно вот этой памятке, он и получил. Ну и, соответственно, таким капиталом он сможет распоряжаться в следующем раунде. Игра длится до того момента, когда кто-нибудь из нас не построит энергосистему, подключенную к 17 городам. Как только это происходит, мы отыгрываем фазу бюрократии, и тот, кто запитает больше всего городов в этой фазе, тот, соответственно, объявляется победителем. Ну что же, я думаю, пора начинать. Но прежде чем мы сделаем это, если вам интересно наше видео, то, пожалуйста, тыкните кнопочку под этим видео и подпишитесь на наш канал. Комментарии и лайки также приветствуются. Ну а мы тем временем, до того, как нажать на кнопочку «Запись», уже кинули кубик, определили, кто же у нас будет ходить первым. А кто последним. И эта честь выпала сегодня Дмитрию. Так что, Дмитрий, начинай аукцион электростанций. Как он происходит. Тот, кто выбирает электростанцию, должен, прежде всего, назвать громко и четко номер этой электростанции и цену, за которую он будет ее покупать. После этого каждый из нас по кругу будет называть свою цену на эту электростанцию. Ну и, соответственно, пасовать, если она ему неинтересна. Как только не останется никого из... вернее, нет. Как только останется только один из пасовавшей, эта станция достанется, соответственно, ему за последнюю названную им цену. В первом раунде спасовать нельзя, и все игроки должны купить хотя бы одну, хотя бы хильненькую или дешевенькую электростанцию. О всех последующих раундах, если не хочешь, в принципе, электростанцию покупать не обязательно. Однако, первый, кто пасует, должен сбросить самую дешевую станцию и вывести ее из игры в коробку. Покупать можно только верхние электростанции, которые располагаются по порядку номеров. Чем ниже номер, тем она, соответственно, выше и левее. Ну и, соответственно, как только кто-то покупает станцию, ей на замену из колоды открывается новая. Эти все смещаются по порядку номеров, ну и так далее. Дмитрий, выбирай. Есть третья станция, четвертая и пятая. Все они работают либо на угле, либо на мазуте и топят только один домик. Пятая. Пятая. Ты ее будешь покупать за пять электро? Да. Минимальная ставка, кстати говоря, пять, вернее, номер, напечатанный на карте электростанции. То есть, Дмитрий может купить минимум за пять электро. Инна, тебе интересна эта станция? Я говорю пас. Да вот и мне тоже что-то не хочется, такую фигню покупать. Я тоже пас. Хорошо. Забирай. Забирай. Пять электро из тебя. Мы открываем станцию, эти все смещаем и следующий выбирает Инна. Седьмая. Седьмая станция. Ну хорошо, восемь. Девять. Десять. Десять, да. Ладно, пас. Пас, ладно. Десять? Десять отдаю. Хороший выйдет. Ну и даже если выйдет, мы все равно будем торговаться только этими тремя. Вот сюда. Ну что ж, хорошо. Следующая очередь моя выбирать станцию. Ну давай, поборемся за вот эту восьмую. Восемь. Бери. Надо будет торговать. Ну хорошо. Плачу 10 электро, две сдачи. Станцию забираю. Не по два. Тридцать восемь. Ох, боюсь. Сейчас мы ее не выкупим. Как вы хотите. Ну что же. А, да. У нас еще Наталья. Да, да. Ну я купил свою, что мне больно дальше. Ну а что тут думать? Бери девяточку и все. Почему девяточку? Я могу троечку, там три всего стоит. Так, ну зато. Зато больше ресурсов. Да, мне ногами плохо видно. Естественно девяточку. И никто со мной не торгуется. Да, ты забираешь ее за номинал. Ну ты мне сшиб все домики. Не все, а только один. Красоту хорошую. И только в первом раунде, согласно правилам игры, очередность игроков меняется сразу после аукциона электростанций. Да, мы пополняем обязательно рынок электростанций. Ага, вот так вот. Мы пополняем рынок электростанций. И теперь смотрим, кому же досталась самая дорогая станция согласно их номиналу. Это Наталья. То есть она будет ходить дальше первой. Дальше по дороговизне моя станция. Дальше Инна. И Дмитрий будет ходить последним. Как самый жадный. Ну жадный, не жадный. Но мы переходим к фазе покупки ресурсов. Согласно вот этому рынку предложения. Фаза играется в обратном порядке. То есть тот, кто здесь ходит вроде как последний, эту фазу отыгрывает первым. Дмитрий, покупай. Какие ты ресурсы будешь брать? Ну, он первый. Да, я беру четыре. Он все время первый. Да. Так, важно помнить, что электростанция будет работать только если мы снабдим ее всем набором указанных на ней ресурсов. И питать она будет то количество домиков, которое на ней указано или меньше. Мы не обязаны топить все эти домики в каждом раунде и вправе указывать, какая станция у нас будет работать, а какая нет. Также важно помнить, что на каждой электростанции может храниться двойная порция ресурсов, которые нужны для работы. То есть на станции Дмитрий может храниться в общей сложности четыре угля или мазута в любых сочетаниях. Ну, а вот, допустим, на моей станции, у которой для работы нужно три угля, может храниться аж шесть уglей. Так, Дмитрий купил три мазута за один и один мазут за два, то есть у тебя пять электро. Я сегодня еще побуду не только электромагнатом, но и банкиром. Следующий у нас сходит Инна. Я беру шесть. Чего? Шесть мазута? Мазута, да. Ну, то, что у меня самая дорогая, сейчас еще дороже всех будет платить. Так, четыре здесь. Почему четыре? Потому что два плюс два. Да, четыре. Четыре и девять. Тринадцать я отдаю. Угу. Тринадцать семь сдачи. Хорошо. Так, я следующий набираю. Вот, Наталья, хорошо, видишь, я не могу тебя перебить, я могу покупать только уголь для своей станции. Угу, уже тут столько перебили. Так, это получается девять, а здесь двенадцать, то есть двадцать один. А оно мне надо столько? Нет, знаете что, я пока возьму только три угля и хватит с меня. И плачу девять электро. Наталья, выбирай, сколько мазута ты покупаешь, один или два? Один. Ну, один так один. У тебя четыре электро. Так, ничего не остается. И сдача шесть. Все все купили? Да, все закупились ресурсами. Переходим к фазе строительства, которое также начинается с последнего игрока. Дмитрий, выбирай город, куда ты разместишь первую свою контору. А мы по очереди или сразу все? Мы сразу все размещаем, но согласно некоторым правилам. На первом этапе игры мы можем занимать только самую левую ячейку каждого города. Подключение к этой ячейке стоит десять электро. Первый город выбирается из всех доступных в наших областях. Все последующие должны будут соединены в одну энергосистему. Что значит соединены в одну энергосистему? Это значит, что они должны будут соединяться проводами с городами, которые ты уже запитал своим электричеством. То есть ты размещаешь, допустим, в Самаре станцию. И чтобы подключать еще и Ульяновск, ты должен будешь отдать не только десять электро за занятие вот этой ячейки, но и цену подключения к твоей энергосистеме. То есть число электро указано между городами. То есть в нашем случае Самар тебе будет стоить десять, Ульяновск уже тринадцать. Десять за Ульяновск и три подключения этих проводов. Не обязательно ставить соседние города. Ты можешь, допустим, записать сначала в Мухачкалу, а потом сразу в Норильск. Но ты тогда должен будешь отдать цену вот этих всех проводов. Это, конечно, не очень выгодная стратегия в начале игры. Но мало ли, вдруг ты туда захочешь. У него денег не хватит. Выбирай город. А он точно первый строится? Да. Я выбираю... Почему он всё время первый? Потому что фазы... Это десять. И... И чебоксары. Ещё и самый дешёвый. С тебя двадцать два электро уже. Сейчас. Ещё третий можно построить. Сегодня буду печалью. Ну, хорошо, давай сюда. Гору самый дешёвый. И тогда ещё пятнадцать. Двадцать два плюс пятнадцать – тридцать семь электро. Он ещё и богатый. Почти на все. Три домика. Раз, два, три. И три сдачи. Прошу. Следующий. Строится Инна. Чего, конечно, зря я так сделал. Ну, я тогда пойду в Челябинск и Екатеринбург. Так, то есть десять плюс тринадцать – двадцать три с тебе. Да. Двадцать пять отдаёшь. Двадцать пять отдаёшь, а я тебе сдаю две сдачи, да? Угу. Так, теперь уже надо подумать. У меня тут два домика. Нет, ну я однозначно. Живу в Самаре и начну свою энергосистему именно в Самаре. Ну и так как мои родственники живут ещё и в Саратове, заодно и туда схожу. Так, это двадцать пять электро я должен буду отдать. О, у меня ещё. А, так, стоп. Двадцать пять – это вот так, да? У меня остаётся. Ну всё, значит, на этом мы закончим. Капиталов у меня больше нет. У меня всё сложно. У тебя есть ещё жёлтая область. Она там, смотри, какая дорогая. Ну вот там дёшево, да, я согласна. Ну смотри сама. А потом? Там вот тоже есть четыре. Зато я там буду. Там ты будешь царицей. Королевишной. Так. Ну на самом деле я посоветовал тебе бы сейчас где-нибудь на границе этой области отстроиться, чтобы можно было и сюда идти, и туда. Ария контроль никто не отменял в этой игре. А где тут границ? Тут десяти нету больше. Вот только это я куда попросил. Вот здесь вот и сюда, и за десять можно. В общем, решай сама. В общем, решай сама. У меня есть тридцать. Можешь вот наших военных. Тридцать у тебя есть, ещё надо связи охватить. Можешь вот наш северный флот запитать электричество в Мурманске построиться. Всего за тридцать пять. Не-не-не. А мы же... А мы играем туда. Да, с зелёным играем. Мурманск Архангельск мы питаем в этой игре электричеством. Электричеством, да. Ну блин, туда что ли пойти? Сегодня я самый слабый звеный. Так, я иду вот сюда. Омск. Да. И Тюмень. Двадцать девять. Что у нас в Тюмени, в Омске? Это что? Уголь и нефть, и что там? Кого она питать? Нефтянку нашу будет? Так, двадцать девять. Одну мне. Электру. Одну электру, да. Всё. Теперь я самый бедный. Туда тебе и дорога. Зато ты первый ходишь. Фаза бюрократии. Мы построились, я надеюсь, все. И теперь мы, начиная с первого игрока, решаем... Почему у нас так? Начиная с первого игрока, мы решаем, сколько домиков мы топим. Ну, Наталья, решать нечего. Да, мне совсем решать нечего. Нет, в принципе, ты не обязана топить какие бы ты ни был домики. Ты можешь отказаться и получить гарантированные десять электр. Нет, я хочу протопить ты такую интересную. Нет, такая опция тоже возможна. Ну, не хочешь, как хочешь. Двадцать два. Двадцать два электро, Наталья. Дальше. Ну, я тоже топлю. Ну, я два домика топлю, так как у меня есть три угля. И станция у меня питает. Так, тридцать три. Тридцать три. Да, бумажные деньги в играх зло, но ничего не поделаешь. Я тоже протапливаю два домика. А все сдают, да, ресурсы? Ну. Все, три домика, ой, два домика. Все ресурсы нужны для работы станции. Тридцать три. Ну, хрена, ну, блин. Сейчас вообще будет капец. Ну, жадность. Она до добра еще никого не доводила. Включай и тебя. Ну, а ты топишь, я так понимаю, один домик. Двадцать два. Из трех отстроенных. Двадцать два. Ну, а тут у тебя три домика. Да. Нет, ну, ему не надо будет тратиться, я так понимаю, на расширение сети в следующем ходу. Но, 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 но. Фаза бюрократии денежки посчитали. Нужно, во-первых, пополнить рынок сырья согласно этой табличке. Ну, по всей видимости, придется делать это тебе. Давай. На четыре игрока в первом этапе у нас добавляется три угля. Начиная с самого дорогого предложения. Пять мазута. Если есть. 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 Пять мазута. Три вторсырья. Три вторсырья. Вот, начиная с самого дорогого вторсырья. Погоди. Так, вот этот вот. И одного урана. Дети смотрят. Да. Дмитрий, попросил бы вас. Так. Эту табличку я отдаю Инне, чтобы она с ней сверялась и выполняла наш рынок ресурсов. И в конце фазы бюрократии. Самая дорогая электростанция. Уходит. Уходит под низ колоды. На её место открывается новая. Одиннадцатая. Где у нас одиннадцатая станция? Вот здесь должна быть. Урановая. Ёшкин кот. Ну что же. Переходим к следующему раунду. Меняем очерёдность хода. Дмитрий будет ходить первым. Так как у него больше всех домиков. Ну что, себя меняем? Он и так ходил всё время первым. Нет. Теперь он будет как раз набирать станции и ресурсы в последнем. Дальше. У кого самая дорогая станция? У Натальи? Наталья будет ходить второй. У её последний. Да? Даже вот так вот? Угу. Ну хорошо. Меня устраивает. На эзотрауах меня устраивает такая позиция. Ходи Дмитрий. Да. Дмитрий начинает аукцион станции, если хочет. А если не хочет, может посануть. Ну что ж, надо начинать. Я беру десятку. Ты её не берёшь, а выставляешь на аукцион. Ну что, рано. Рано. Кто-нибудь хочет перекупить? Пас. Знаете, я тоже пас. Наталья? Сейчас я посчитаю. Одиннадцать. Пас. Хорошо. Одиннадцать электро с тебя. Сейчас. Ограничение на количество электростанций, одновременно работающих у игрока, три штуки. Если кто-то покупает четвёртый, он обязан сбросить одну из построенных ранее. Дмитрий, ну так как ты станцию не купил, ты можешь продолжать торги. Наталья в торгах уже не участвует. Одиннадцать. Инна? Там уран дорогой, да? Пока дорогой. Сколько? Пять. Одна штучка. Пас. Двенадцать. Ты бедный. Ты бедный, ты бедный, ты бедный. Поднимайте цены. Поднимайте. Тринадцать. Четырнадцать. Ты не сможешь купить уран? Пятнадцать. Так, ну-ка посмотрим. Что-то мне не нравится это положение, конечно. Шестнадцать. Что скажут знатоки? Пас. Ну, хорошо. Шестнадцать. Шестнадцать. Отдаю шестнадцать электр. Перехожу, так сказать, технологичным станциям. Дмитрий опять не купил станцию. Да, он по-прежнему участвует в торгах. Выбирай, если хочешь. По-прежнему можешь отказаться. Не очень остались станции. Херовые, я бы сказал. Я сдерживалась. Да. Нас могут смотреть дети, не достигшие восемнадцатый лет. Которые не понимают, что значит херовые. Ладно, тринадцатая. Ну, мы с Натальей уже в аукционе не участвуем, а Инна вполне может перекупить. Мы теперь веселимся, глядя на других. Мы как те мудрые обезьяны наблюдаем за схваткой. Пас. О, у Дмитрия появилась зеленая энергетика. Бесплатная. Что значит бесплатная? Тринадцать отдать он должен. Понятно, но он ресурсы не покупает. Ах, ты в этом смысле. Ну да. Да, ветер у нас бесплатный пока еще. Инна, ты можешь спасовать. Ой, что-то у тебя такое страшное. Зато какая мощная. Четыре домика за двадцать четыре. И торговаться не надо. И у тебя есть двадцать четыре. И ты сможешь купить эти два ресурса. И слюньки-то капают. И больше ничего. Слюньки-то капают. Двадцать четыре, да? Царик Кощей над златом чахнет. А я не смогу купить ресурсы. Мне не хватит. У тебя есть две станции, которые будут работать. Вернее, два домика, которые остались с прошлого раза. Мало мне. Так, погоди. У тебя двадцать четыре. А купить ты можешь пять и шесть. За одиннадцать, да? То есть тебе нужно тридцать пять. Чего? Нет, мне надо двадцать четыре, но чтобы вот это сделать, тут еще за восемь. Вот эти вот. Мне надо... А, мне за восемь. Да. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Мне не хватает, и я говорю, беру вот эту за три. Вот так вот? Да. Неожиданно. Три. Хорошо. Забирай. Какие у нас? Сорок. Ух ты ж. Да, у нас тут пошло... Да, у нас тут пошло дело, блин. Вообще как-то... Сурово-сурово пошло. Ну, не на что еще. Ну, что же. Переходим к фазе покупки ресурсов. Инна, покупай. Ну, я тогда куплю... Так, это вот здесь, да? А теперь я чуть-чуть пять сетей не покупаю. Мы сейчас меняем, да, домики? Нет, сейчас мы не меняем, это только в первом раунде. А теперь по тому, как вот здесь расположено, в обратном порядке, мы и здесь идем. Я, пожалуй, возьму вот эти вот четыре. Ну, последние. Вот эти четыре я возьму. Это за сколько? Девять плюс четыре. Тринадцать. Да. Прошу сдать в банк все капиталы, себя причитающие. Так, в следующем я хожу. Угу. Ну, я не буду стой лукаво, просто возьму один уран, и мне, я думаю, хватит. Хорошо, молодец. Вот, за пять. Подожди, сейчас я подумаю еще. Не надо думать. Нет, секунду, я еще подумаю. Так, мне нужно шестнадцать, да? Да. Три у меня есть. Ну, ладно, гуляем на все. Давай я еще закуплюсь одним углем. А, ну, мне, в принципе, тут. И хватит на этом. А что ты одним, ты как-то одним будешь топить, не можешь? Ну, я могу хранить. Я же не обязан его использовать. Ну, понятно. Так, у меня получается шесть, да? Ну, смотря что ты будешь покупать. Два у... Два у... Два у... Два угляда, шесть. Тихо. Так, страсть разгорается. Погоди. Блин, мне еще и вот это надо. Ну, можно это потом? Ну, да. Да, домик только протоплю. Опять три я не смогу протопить. Десять надо. Чего десять? Ну, я десять отдам, у меня останется фигня. Я себе ничего не куплю, станцию. Ну, ну, либо купите, но не протопите. Где же я куплю ты ее? Я же не смогу купить. Да. Я даже одну не смогу. Ну, тут уж извините. Вот так просто запасайся на следующий раунд. Да. Вы все равно до меня еще не дойдете, правильно? Да. сейчас домики должен запитать как-то у тебя нет ресурсов короче ладно гуляй на все тебе нужно 4 угля это будет стоить 6 плюс 8 14 плюс еще два мазута это будет стоить еще 8 22 электро давай что-нибудь подешевле я возьму 14 угля угля давай два мазута угли два мазута два угля и два мазута на твоем месте естественно у тебя запас будет на следующий год на 200 давай то же самое получится да все это будет стоить 6 плюс 8 14 1 электро сдачи дмитрий закупайся если хочешь и построить у него два домика два домика у него есть сейчас ничего не будешь покупать фаза строительства инна стройся а у меня целый 21 гульни прям да мне только один построить построй пока только за 10 же 15 не можем 8 я пожалуй в фильм пойду за 15 так ну я за 16 иду в ульяновск наталья понятно в гости не едет понятно дмитрий тоже да был бы у него хотя бы на один больше он был с ее в набережной черны да но нет так я домик построил и я домик построил самое слабое ну что ж фаза бюрократии с дмитрия сколько ты домиков топишь 22 домика 33 33 электро получаешь давай мелочи наталья 2 давай 33 33 полегче надумать дальше я я питаю тоже два домика 33 уран сбросил все одинаково да что-то у нас пока ничего подобного энергии энергобаланс наших электросетях нет кроме 23 23 24 мне пожалуйста и мы не завидуем мне мы не завидуем зачем а какие три домика ты пытаешь какая разница какая разница какие три домика и она питает ну да не всего я думаю два домика персона и переходим к следующей фазе у нас сын и дмитрий одинаковое число домиков так что смотрим на стоимость наших электростанций я так понимаю дмитрий остается первым я становлюсь вторым и на третий ну а наталья как имеющая меньше всего домиков становится последний дмитрий затоптали традиционно погодите надо сначала пополнить ах мы еще не пополнили так а мы уже перешли в следующий раунд и не пополнили ай-яй-яй да уголь 3 мазут 5 уран 1 да я свой я себе уран здесь пополню 3 вторсырья насколько я помню 5 до 3 вторсырья сейчас это пополню я чувствую все ну теперь дмитрий точно выбирает вот из этих трех усмаре можешь зеленой энергетикой заняться своя какая станция вкусно шикарно но но сейчас любительница халявы будет ее перебить перебивать ты что ну что ж давайте двадцать седьмая двадцать седевая а на сколько 28 да какой-то неловкой неловкой ситуации да совсем неловкая ситуация у меня 33 да совсем неловкая ситуация но ведь не хочется вам такую станцию давать ай-яй ладно пас нафиг наталья 28 я уже называла 20 извините 20 9 дмитрий пас и на что же я за 29 нет наталья сказал 29 я 29 вот так вот да хорошо за 30 нет наталья я еще не сказал своего слова дальше 31 перейди хорошо с тебя 31 электро я ничего возьму казалось бы наталья развивает нашу сибирь где много полезных ископаемых на халяве но стоят какие-то ветряки дмитрий ты опять не купил станцию 23 23 и на пас и я пас у нас прям сюда надо вот так вот заходит пересчитаем все правильно станцию дмитрий забрал ну что же мой черед да убирать что-то что-то ничем здесь не нравится а только из первой строчки да да я скажу пас и так как я первый списавший самый дешевый станции уходит из игры куда нет там еще что-то дешевое осталось хорошо инна ты можешь купить любую без торгов чутка мне смотришь меня нельзя забрать так что же я хочу подумать вот эти какой задел может несколько раундов вообще не покупать ничего строить только домики да я вот думаю стоит вот тут купить или не стоит на всякий случай а пока дешевый можно если трех нет смысле вот какой-нибудь из них а зачем тебе менять если ты просто она что тебе какие-то требует ресурсы дорогие да по правилам игры кстати говоря можно станции со станции на станцию перемещать ресурс если они требуют один и тот же ресурс то есть с любой мазутный можно любую мазутно перевозить как тебе угодно эти ресурсы хорошо я пока беру за 19 платье налог а я сам и и у нас открывается следующие 21 у нас какие-то прям номера конские сегодня в самом начале идут помешали плохо нет помешаем как раз отлично я считаю что же переходим в фазе покупки ресурсов я да на твою улице праздник хотя как раз когда тебе ресурсы особо ты не нужны я возьмусь я покупаю один ресурс это который мазут конечно хорошо господи нужно тебе да я хочу все на этом да инна покупай свои ресурсы так сколько тут скажем не свои а для себя ресурсов хорошо я тогда возьму тут два безобразия за сколько это 7 14 ну давай тебе 6 дачи прошу так я беру здесь курсы да так не однозначно берут от уран за 5 сейчас 5 и еще мне сколько нужно два угля это еще 7 до 12 нормально 12 отдаю беру уран уран за 6 до до все больше ничего не берешь на до 5 и переходим к фазе строительству наталью мы пропускаем инна стройся да я пойду в набережные челны зачем ты туда пойдешь скажи пожалуйста ближе к дому к жизни город маленький не столицу как мы любим троллить инну по этому поводу вы не представляете так следующее я строюсь ты больше чего не будешь строить ничего не будешь строить достаточно когда и и хватит тебя воронеж на 2 идти на все гуляю а нет не на все здесь я могу пройти за 18 да иди за 21 раз гуляешь на все наташ не как уже пропустили на то у меня есть что-то построить домика я все два сыктывкар но допустим но все 16 ой мы же домики подожди сейчас мы все улету 100 сейчас дмитрий построен он вам не уже все а потом уже будем решать все у нас в четыре домика у каждого ничего себе наталья сейчас напоминает бегемотик из жуману вернее носорога из жуманжи который все время отставал от общего стада ну что же фаза бюрократии фаза бюрократии дмитрий так сразу прибавилось настроение 54 а я не унываю да да я не унываю а что ты мне так мало дал достаточно с тебя хватит так самый богатый будешь дальше я тоже 4 домика питаю вот все ресурсы отдал 54 электро получил я тоже 4 домика питаю подожди можно я свою свою получу а потом уже потом уже с тобой считать вот теперь давай так 4 домика питая но питать из тебе 54 векторы да все сразу настройки на тебе дай сдачу возможно а я не мы нам еще ресурса нам еще и станции покупать некоторым а вы два да нет вообще совсем забыли а 33 ну теперь смотрим 4 кто у нас а деньги то мне дай а тебе еще деньги да ладно тебе так сколько 33 да ничего не надо никому ничего не должна сильное заявление а может ну ладно сильное заявление бюрократия то ведь а вот это вот сюда тем более я ее уже увидела ну ладно что же поделать так и у нас очередность входа у кого самая дорогая станция 19 20 3 20 нет у тебя у у тебя домиков мало ты в этой гонке не участвует дмитрий самая дорогая мы меняемся местами слушайте вы меня просто забили я бы сказал с самого начала как только наоборот я становлюсь самым последним вы чё там нет ты становишься первым игроком так что у тебя первый игрок потому что у тебя самая дорогая у меня вопрос ты не хочешь быть первым игроком не хочу тогда придется да побудешь немножечко первым игроком вначале возмущался я была первая все фаза очередности в прошлый раз у меня был 13 мил сам дорогая что да у меня 11 у и на тогда не было ты меня участвовал как всегда пополняем ресурсы да пополняй опять фазу очередности отыграли дота пополнения ресурсов так три угли и переходим к аукционной электростанции дмитрий ну традиционно ты можешь посануть 21 не может посануть человек им на 22 пас наталья а наталья ничего не надо хорошо я пасу и за все сразу торги вперед хорошо мы это взять но учтем да ничего так что 17 домиков надо я буду теперь домики строить она 22 да ты богатый в отличие от меня 23 а сейчас ведь надо поменять какой-то да что именно сейчас уже есть три станции да ты должна будешь закрыть одну из своих станций и заменить ее той которую купишь обязательно когда 323 24 да мы обязательно мета меняем станцию больше трех у нас на руках быть не может 25 прям страшно за них уже становится да 26 бери ну хорошо что то почему я не отказался в общем и у нас 37 станция так это у нас вот сюда вот так вот нет это это пусть там коптит небо ты погляньте дмитрий выбирай 25 26 так наталья да пас я пас не халявные три домика забирай ну что взял бы еще поторговался чтобы меньше денег сколько было спокойно я из своего банка плачу не из государственного никуда 26 а вот мне ничего закрывать не надо у меня и так всего две станции ух ты у тебя сколько домика получается 9 ничего себе 29 ну 29 бери а наталья же для проформы наталья а прикольно поторговаться а сейчас скажет он у меня чем-нибудь ладно не буду вредничать 29 на базу а это взброс да ладно можно было вон девяткой поменять было бы сразу 4 домика зачем мне у меня денег нету я сейчас буду лучше строить домики так мы пополняем еще одну станцию 32 господи какие номера сегодня идут наталья ты не хочешь нет 24 нет пас 12 уходит из игры и я подзываю что мы опять до 28 даже так ух тышь я моё кто первый ходит у нас домики ты строишь и ресурсы ты покупаешь нет я ресурсы не покупаю хорошо вот я наверное прикуплю хотя погоди 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 я вообще-то могу это потом станции поменять да не не буду хорошо я прикуплю как минимум два угля один уран сколько это будет 6 и 6 12 ну хорошо да конечно мало чего хорошего но два угля и уран так стоп стоп нужно мне это сколько мне останется денег у меня 31 так 31 минус 6 это будет 25 непонятно ну ладно да угля и уран я покупаю за 12 кто у нас следующий я покупай я беру 1 2 3 4 5 получается 6 7 8 сколько ты взяла 2 и 6 8 все больше ничего не покупаешь нет хорошо дмитрий с тебя 6 электро руки трясутся у дмитрия смотрю уже как с капиталами распрощаться приходится ну наталья вот сейчас ты гульнешь да че у меня все равно денег мало а тут все дорого я же не могу по 15 брать да в смысле нет 15 не можешь но ты в принципе не обязана проходить все ты можешь вот так пройти вот сюда ну да че тут 5 8 13 23 да да а чтоб там быть себя завоевать да найти себя на урале южном или какой он там уфа какой у нас урал лучше сюда шли я там уже посчитал там у меня все хорошо я умещаюсь два домика покупаю ну если ты там уезжаешь что здесь уже не уместишься боюсь третьим толстый домик ты здесь не умеешься посмотреть погоди я хотела короче вот здесь вот 20 получается и вот здесь 14 24 хорошо 1 2 3 1 2 3 4 все капитал отдала но кардинально расширила сеть 4 20 34 да ну только опять у меня меньше всех денег вы сейчас тут себе домик накупить опять да и что пропитать надо как то какой то у меня корявенький получился так ладно я чё сколько мне надо я вот за 16 пойду в оренбург и хватит на это вот ты ай-яй-яй Инна уфа моя вся вся за 14 спокойней а куда мне то идти на север смотри а мы идем на север а мне здесь денег не хватает тебе 20 нету? нету а кстати мне тоже 19 мне тоже домик посчитай тогда уж если там 5 5 5 5 5 Дмитрий 19 максимум никак тебя заживало да блин вот это вот гадство вот ну кто ж тебя спросил строить столько дойков в самом начале я засосала я засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра музыкальная пауза ха-ха-ха-ха ха-ха-ха 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 так я так понимаю у Дмитрия нет капиталов чтобы подключать следующие домики к своей энергосистеме мы все посмотрели мы хотели тебе помочь как могли но не смогли ха-ха-ха ха-ха-ха переходим к фазе бюрократии первый игрок Дмитрий сколько домов ты питаешь максимум 4 4 неплохая такая электростанция 54 неплохая такая электростанция может тебе полтосу дать давай тебе полтос дадим да стоять подожди ты че больше ничего не надо 54 десяточку бы получили ну ладно Инна я протапливаю все 5 домиков вернее даже ну ты можешь протопить все 6 конечно у тебя 5 домиков жадность ха-ха-ха ладно че уж теперь фиксим гуляет ты как ну давай 5 домиков 64 меня пожалуйста сколько ты сейчас сбросила 2 2 и 3 а у тебя там 3 господи так мне показалось что у нее 2 так у меня не показалось что у нее 5 я подумал 5 мазутов 3 и 2 на 6 домиков в которых у меня всего 5 64 мне 60 ну давай 65 ну давай 65 тебе дадим ну я 5 домиков протопил тоже 65 получил на опции ну заменили 5 туда лучше подожди сейчас я можно с своими закончить 64 главное про меня не забудь что ты всегда забываешь ну наталья наталья протопила 4 домика сейчас протоплю сейчас протоплю угрожающе 54 54 мне 50 да ну а давайте пока мелче да конечно для удобства вот так давай ну хорошо вот возобновляем да рынок давай станцию мы самую дорогую не убираем да сейчас уберем да вот давай-ка пока инна убирается так а я опять мазута ставлю обратно и у нас семнадцатая о как внезапно 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 так второе прикольное трени опс 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 и один уранчик а ты уран поставил? нет а уран да оставил все? да ты Дмитрий? нет уходит назад нет сейчас счастье у Дмитрия случилось так у нас сыны 25 ты первый ходишь я первый хожу плохо и вторая так Наталья и Дмитрий у кого какие станции 29 ага Дмитрий значит предпоследний вот так вот ага и мне начинать аукцион электростанций мы вообще придумали вы конечно суперски фуг мне денег начнем с этого да самое важное сколько у меня денег ладно скажу 28 класс класс 29 ага значит ты так решила забирай вот так тебе сколько 21 сдача да да это в сброс угу у меня уже один сюда тридцать один построить сюда сюда пришла ну что ж тогда давайте за нее и торговаться тридцать один пас ну мы думаем пас тридцать два с тебя а могу я ее не брать нет уже нет зачем же ты поднимал руку на аукционе если ты не хотел ее брать придется взять ты как кису воробьянил прям как я тоже надо ля 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 без денег так ну 32 заплати и забирай и делай с ней что хочешь теперь 32 по-прежнему с тебя да что же за фигня то идет фигня потому что идет нет пас рано рано наталья ты будешь покупать я пасанул я уже не участвую в торгах хорошо мне вот за 20 20 20 тебя 42 ничего себе вышло ресурсы у нас первый покупает нотария принципе никто не заставляет ты можешь не брать нет нет я не тоже не хочу пытаюсь посчитать понимаешь также ты можешь покупать только один нуколь перевести вот сюда а я так могу сделать в любой момент игры ты можешь между своими станциями рабочим в одном виде топлива дмитрий закупайся да так что не завидую я беру уран так подожди лучше уран с тебя 6 6 еще может один еще тогда просьба вот сюда вот так вот ставить что ты покупаешь чтобы потом можно было посчитать 1 возьму тогда 6 все больше ничего не покупаешь инна закупайся дорого все это безобразие но для начала возьму одну вот эту и две вот этих и сколько это получается 4 и 7 11 все больше ничего не покупаешь что это насколько сейчас сдал андрей да 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 я слежу я беру два угля за 6 даю ровно 6 и хватит меня вот так я могу сделать ты конечно так можешь сделать но у тебя вот эта станция не будет работать в этом ходу а все строительство наталья начинай так короче вот здесь у меня за 4 за 14 и вот здесь у меня за 20 34 эх не успела я 1 2 3 35 наталья хорошо подготовилась почти без сдачи отслюнявила все дмитрий ты что хотел ко мне да? запятая наших военных доблестных электричеством сейчас тебе запятая не хочет сколько это у тебя будет 4 плюс 6 плюс 6 16 16 16 16 плюс еще 10 26 26 26 26 ну да домик подви не благодари Инна ну я возьму тогда Архангельск ты будешь наш северный флот питать поехала закачусь что там а 28 28 две сдачи ты помнишь? это брал то брал Шпака не брал Астрахань Шпака не брал Хе-хе-хе! ну дмитрий меня конечно по-свински выдавил совсем на периферии этой карты ну ладно так это 19 и 14 33 с меня bons ну допустим Полтосину отдаю ух ты Да, у нас сейчас начнется этап 2 А он с какой начнется? С фазы бюрократии, когда кто-то выставил 7 домиков Так как я подключил 7 домиков, у нас начинается второй этап игры Когда мы сумеем использовать не только самую левую, но и центральные ячейки каждого города То есть каждый город теперь может подключаться к электросети двух игроков В начале этого этапа мы должны сбросить коробку в самую дешевую электростанцию и открыть ей на замену новую Та-дам! 26 Ну и теперь фаза бюрократии Я первый игрок, я питаю все 7 домов Отдаю вот 1 уран, 2 угля И за 7 домов я получаю 82 электро Да 82 получил Мне так было И следующий питает свои дома Инна Да, 6 домов у меня я питаю Да, я вот на... А, 6 у тебя, смотри-ка, что один спрятался, ты как засланный казачок-то 8 домов я протапливаю Да какие 8? 7, 6 Она протапливает 6, но отдает за 8 73 электро Это обидно, у меня так же сейчас будет 73 Следующем питаю дома, Дмитрий Свои все? 6, сколько у тебя? А почему у тебя? У тебя 5 домов, я вижу А правда у тебя 5 А, ну 5 и есть, всё правильно Дмитрий, сколько домов ты питаешь? 5, конечно 5, ну хорошо И 7 как-то 5, питает 7 в уме 5 домов, 64 электро У тебя есть 1? 1 есть электро Ой, забирай Я все 6 Все 6, ну сдавай А так как бы 8, это уже жалко Так, 6 домов Это сколько? 73 Видишь, вот Наталья тебе крупность достанется Сейчас видишь 3 не забудь, мелкость не забудь Вот какая вот крупность Получила еще и мелочная вот такая Так, и у нас Согласно второму этапу тебе Поправляются ресурсы 4 угля Ну а я тем временем убираю самую дорогую электростанцию И не вмешиваюсь в пополнение ресурсов Ну его нафиг Ничего себе, какие у нас зубры остались Вы не поверите, какой номер сейчас вышел 50 Нет 60? Такая вот 3 вторсырья и 2 урана Ох, у нас теперь еще Инна ураном живет, да? Да, иногда пропитываюсь Наталья и Инна У кого какая электростанция? Да, у Инны дороже Все правильно О, 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 о О, о, о